В этой науке сложных вещей вообще не может быть. Потому что мы имеем дело с абсолютно понятной штукой, с путями прямоугольника. Потому что там сложно, может быть, прямоугольник, и мы идем вправо вверх. Мы пытаемся нарисовать. У нас есть прямоугольник, правильно? Нас интересует число сочетаний из n плюс m по t. Как мы всегда это рисуем? Это прямоугольник ширины m плюс r минус t и высоты t. Согласны? Это просто по определению то, что здесь написано. Вот число сочетаний. Вышел, идет, 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 и сюда придет. Хорошо. Так вот, что такое число сочетаний из n по r? И что такое вообще? r плюс s равно t. В общем, любой путь, что называется, однозначно получается такой комбинацией. Вот что это за такая интересная точка? Откуда она берется в пути? А давайте посмотрим вот туда. Когда мы тут любой путь рассмотрим прямые под 135 градусов аси и абсцессы. Вы видите, что такая прямая пересекает наш путь в единственной точке. Дело в том, что когда мы движемся, мы все время увеличиваем либо абсцессы, либо аси и абсцессы. Смотрите. Мы можем посмотреть, где сумма равна n. У нас есть такая прямая под 135 градусов. Прямая заданная уравнением x плюс y равняется n. Она пересекает путь в некоторой одной точке. И когда мы посмотрим, что это такое, соответствует числу сочетаний из n по f. А когда мы посмотрим, что это такое, соответствует числу сочетаний из m по f. А здесь тот самый наш путь. Убеден? Убеден. Отлично. Отлично. Таким образом мы тоже историю фондер-монда доказали. Продолжение следует... Продолжение следует...